всем привет всех с новым годом я на зимней рыбалке со мной мой друг денис привет привет всем многие его знают по моим видео с кунаширом он приехал ко мне в гости мы вот выбрались на зимнюю рыбалку половить корешки сидим по лапочке ловим из-подо льда смотрите какая ловится корешка мовородка вот такая вот здоровая я такой крупной еще кстати не ловил ее называют тайфун даже одна есть селедочка такая вот красивая у нас есть и холод как всегда нам подсказывает мы на дно специально не опускаем потому что на дне ловится так называемая чека вот такая вот маленькая рыбка она очень вкусная ну и и на разок пожарить сушить лишь не получится один из вам из-подо льда развлекается с огромной мовородкой но что какая красота очень крупная рыба такую рыбку очень приятно послушать вот эхолотик нам говорит где рыбка глубина кстати здесь всего 4 метра вот время от времени подкармливаем чтоб рыбка не уходила вот из-подо льда в стройне приятнее ловить потому что ты издеваешь не надо много вытаскивать лески достал отцепил сбросил с одного зацепил за другой ну бывает ловится про воздух в воздухе полете ушла в черстве сама отцепилась до пришла назад с одного крючка слетела за второй зацепилась представляешь так и холод показывает рыбу подо льдом красота жор пошел здесь меня на 2 удочки крючки мелкие единичка по моему и рыба клюет активно на них но срывается намного чаще чем на те которые клюют реже здесь у меня двоечка стоит здесь сходы тоже есть но не такие частые какой внизу надо подергать либо удочкой если зацепил залет и рыба там сидит надо ослаблять чтобы рыба своим весом крючок отцепила да что ж такое жди пока рыба клюнет если наверху то удочкой прям возьми удочку макни туда за верхний крючок удочкой макни прям леску нет леску держи нет ох ты и холодца 3 ч показывает ниже середины все в рыбе поднимается но можно опустить попробовать так опустим посмотрим что там за рыба кстати это может быть селедка селедка берет на крупные крючки поднимается селедка клюет селедка любит крупные крючки и обычно вешается специальный флешер туда да что ж такое она корешка стоит пониже на последний крючок взяла на на последние крючки хопает посерединке самая интересная надеюсь надо грузила бросить я думаю почему у меня на вторую удочку не клюет сидит заворадствует смотрите а все потому что вроде как видно что крючок есть а крючка то нету видишь суслика то есть я сижу у меня на гирлянде машина ты мне крючки все по откусу у меня на гирлянде раз два три четыре пять крючков должно было быть у у меня нет ни одного смотрите я не знаю это видно нет я сижу думаю почему у меня на нее не клюет вот все крючка то нету я сижу с гирляндой без крючков она мне просто все по откусывал сейчас меняю гирлянды сейчас начну ловить смотрите так смотрите какая картинка показывает сообщение показывает рыбу практически по всей глубине но клевать она отказывается я переобул удочку одел другие крючки испугался рыбу да и поймал вот такую вот чеку рыбка мелкая ночи вкусная под ногами не мешалась смотрим на эхолог рыбка есть глубина 4 метра интерес есть ловите но конечно крупную намного приятнее так ну что пока у рыбы перекур или обед мы тоже решили немножко покушать у нас есть тушеночка есть картошка запариваемая 1 пачка потому что я свою забыл буду есть его носу если не его его картошку есть у нас сало колбасой есть у нас сок апельсиновый и много водки зачем-то взял denis зная что я за рулем зачем ты взял столько водки жену хотел брать я жену хотел брать но есть у нас термос кстати термос этот уже тестирую два месяца от фирмы бобер или бобер не знаю в общем заказал отлично держит здесь даже гравировку сделал можно там же у них на сайте сахалинскую область попросил сделать себе гравировку классные тормоза есть у меня еще две термо термо стаканчика по 100 миллиграмм тоже в комплекте там шли вот ссылочку оставлю в описании вместе с промо кодом на 15 процентов кому интересно заказывайте так так и чё дело кто у нас нет что будем делать в руки же есть ладно что-нибудь придумаем давайте заваривать еще раз вилок у нас нет будем есть ножа и палочек нет нет палочек одно одно не доставать она стакан мы можем 2 курюшки заморозить и будет две палочки две палочки да да днем в такую погоду не заморозить для тебя покажу что происходит будет сидим в палатке вообще один рядом но тут вот только ребята сидят дальше сидят кто-то машет что-то ловит некоторые домой уходят рыбка перестала клевать крупная а может быть и мелкой у кого-то не было мы вчера сидели вон там ближе кустью там даже есть места где лед еще не встал тушенку открывай вот там клевала совсем плохо потом перешли сюда поближе здесь путь клевал вот видите тут поймал непонятно мелкая не мелко сейчас посмотрим там тоже привет мелочь чикал основном крупной пока не видно ну вот мы как раз покушаем посидим откроем отлично для плата говядина двое утро в картошку доварим можно уже соусу железка блин как это все вот просто невероятно вкусно особенно природа особенно скажу круто не забывайте вилки ребят в общем раз вилок у нас нет я решил толчонку намазывать на хлеб классно где-то мне еще есть колбаска колбаска обязательно на рыбалке берите с собой сало сало классно греет чтобы сейчас после обеда рыбка начала ловиться вообще было бы супер в общем рыба клевала до 12 часов с утра самого потом резко прекратился крупняк осталось только мелкая чека и сместилась ближе к дну ну даже в принципе сейчас вот на эхолоте видно рыбка где-то ближе к дну и какие-то одиночки толще воды плавают и все или крупной нет посидим посмотрим может появится так что продолжаем рыбачить в общем после обеда рыбалка не особо получилось тайфуна не было осталось 1 чека мелкая надергали попробуем сделать из нее шпроты уже собираемся народ тоже уже практически ушел было намного больше народу сейчас по уходили так семье он с детьми отдыхает кто-то что-то ловит в основном чека мелкая так что едем домой готовить рыбку крупную посушим на мелкую он что-то пожарим что допустим на шпорт ну что друзья вот я уже и дома вот наш улов корешка очень крупная смотрите какая красивая переливается есть прям вообще экземпляры у нас иногда зубатка такого размера здесь вот моворотком смотрите пожалуйста я не знаю сколько здесь сантиметров но ладошка у меня не маленькая вот и того получилось 140 сколько 149 короче около 150 штук крупненькой и около 200 штук видите размер до 150 здесь и 200 здесь и вот такой вот мелкой чеки сейчас мы ее будем готовить вот это я буду солить и сушить из вот этого попробуем сделать шпроты по рецепту бориса репченкова вот я эти шпроты пробовал который он делал мне очень понравилось теперь попробую сделать сам ну рыбка достаточно мелкая самая муторная это чистить ее отрезать голову и убирать кишки а здесь все просто засыпать солью подождать пока она просвольте и потом развешивать погнали так ну что самый сложный этап чистки корешки мелкой закончен получилась вот такая вот кучка корешки и вот такая вот кучка голов с кишкой давай наверно ты подкинул это вот сидит вот этот довольный дядька который сегодня рыбачил ждет когда я приготовлю шпроты ну все сейчас это будем закидывать на противень и в печку так но все рыбку я приготовил здесь у нас почищенная корешка лучок со шкуркой специально не чищены чтобы придать золотистый цвет и положил сюда копченые плавнички полкуса киты чтобы добавить вкус копчения все как учил буря рецепт можете найти у него на канале так что это все теперь отправляем в духовочку ждем полтора часа так ну что у нас остается 30 минут смотрите что происходит кипит все маслица кипит красота ждем-ждем-ждем ой какая красота жаль да что аромат не передается картошки картошки при были это так красиво выглядит и очень вкусно пахнет блин классно классно сейчас это немножко все подостынет и мы будем пробовать прям луком пахнет суши так мы решили немножко сразу положить чтобы быстрее все это остыло чтобы попробовать класс такая баночка получилось это идет твоей жене зато что отпустила тебя на рыбалку наклеечку кунашерский берег это друзей то что останется на как раз на закусочку вот такая красота у нас получилось ты чё так нельзя вкуснота ну-ка сначала давай открывай мне руки заняты под японскую лодочку я уже всем распалил что это японская водка какая нам разница под такую закуску ну давай за рыбалку ура вкусный японский самогон это невероятно вкусно скажи же это офигенно слов нет одни эмоции с лучком вообще очень очень советую классно так то что вот и пришло время тайфунчика тайфунчик повешал рыбка очень крупная размер просто радует однако одной кстати мелкой практически нету и средней практически нету весь тайфун очень приятного размера ждем примерно 5 дней и потом будем пробовать так прошли ровно сутки после того как рыбу я повесил смотрите она уже достаточно хорошо взялась подвялилась я думаю еще ну максимум двое суток и она будет готова самую некрупную можно будет уже наверное завтра к вечеру пробовать вот так это все выглядит под вентилятором сегодня мы кстати решили дома приготовить глинтвин женичка готовит сделала картошечки и нажарила рыбки сейчас все это будем кушать ну а пробу сушеный будем снимать завтра как раз дойдет вот так вот так друзья прошло два дня после того как я повесил рыбу сушиться она уже достаточно подсохла и я решил немножко поэкспериментировать и корешки несколько штучек под коптить вот у меня в гараже тут пришлось гараж откопать коптилочка вот только растопил дымок идет потихонечку решил вот на пробу раньше я в детстве ел копченую корешку но ее по моему сначала коптили а потом сушили но у меня негде сушить копченую что запах будет сильный поэтому я вот решил уже сушеную рыбу практически тушеную она немножко не душа такая льдин практически тушеную рыбу решил под коптить так что скоро будем пробовать ну что друзья пришло время пробовать рыбку конечно же под бокальчик пенного вот так выглядит моворотка просто сушеная вот так немножко цветом отличается моворотка сушено-копченая немножко пожелтели брюшки и стоит классный запах такого легкого копчения коптил я около двух часов там даже получилось где-то час пятьдесят вот проветривать пришлось уже дома так как на улице метель и ложился снег на нее я решил принес принести домой и под вентилятором еще два часа ее подержал ну что ж пора пробовать начну наверное я с копченой потому что копченую я уже давно с самого детства не ел слышите бежит когтями цокает это моя верная собачка на запах рыбы прибежала но явного вкуса копчения нет мне кажется больше шкура пахнет так знаете мелкий мелкий такой отдаленный вкус копчения есть но явного копчения нету скорее всего ее надо сначала покоптить пока она сырая а потом уже развешивать на сушку у меня такой возможности нет копченая рыба очень сильно пахнет когда сохнет и дома сделать это просто нереально просто весь дом будет вонять копченым поэтому ну так то уже интересно приятный вкус на на конечно вкусно очень вкусно мало солененькая получилось сладенькая свежая вот будучка потом даем конечно просто свежая корешка она пахнет очень вкусно не такой классный вкус что копченым конечно так не пахнет перебивает на свежая пахнет изумительно просто обычная корешка без всяких копчений намного вкуснее да может быть копченый надо какое-то время полежать еще больше проветриться чтобы запах улетучился ну классика есть классика ничего не надо никаких копчений никаких специй дополнительно вот самая вкусная рыба вот такая все на этом рыбалка закончена пока пока до новых встреч вот вот Faculty вот